Таштыбский, Бейский, Багратский район и Саиналгорск В Таштыбе местные власти вовсе разводят руками, прекрасно зная о проблеме. Плохая собираемость за счет того, что в двух домах проживают дети-сироты, они вообще не платят годами. У нас два дома имеют задолженность более 500 тысяч рублей, то есть это половина месячной оплаты всего населения. Валентин Коновалов попросил подключиться к этому вопросу Минстрой Хакасии. Вместе с тем власти намерены разобраться и со стоимостью перевозки угля до муниципалитета. В районном разбросе от трех с лишним рублей до 11 рублей за километр. При средней цене в 3,5 рубля. Слишком большая переплата, которая следом ложится и в тариф. В Аскийском районе попытались оправдаться. Это касается поселка Вышинотёй и Бескомжа. Как вы сами там были, знаете, какие у нас там есть дорожные сложности. И самое главное из них это перевалы, которые в зимний период большие грузы просто атаковать не могут. У нас уже был прецедент в 2017 году, в начале отопительного сезона, когда у нас был заключен контракт с одним из разрезов с доставкой. Тогда стоимость составляла 2,5 рубля за тонн и километр. И разрез, как подрядчик, они поменяли 6 перевозчиков. Каждая территория называет свои причины неустойчивой цены. Она меняется с года в год. Вместе с тем именно неплатежи населения и переплата за доставку есть составляющие бюджетов коммунальных предприятий и муниципалитетов. Проверка по некоторым предприятиям у нас уже прошла. И мы будем продолжать. Комиссия будет выезжать непосредственно на ваши предприятия. Но вы не ждите приезда этой комиссии. Сами запрашивайте информацию. Сами проверяйте, чтобы когда комиссия приехала, у вас уже все было хорошо. Уже завтра пройдет очередная комиссия по тарифам. Муниципалитеты в очередной раз призывают не отстраняться. Даже те тарифные дела, которые комитет рассматривал, не все могли защитить свои тарифы. И они по некоторым муниципальным образованиям установлены ниже тех тарифов, которые были защищены ранее. Ну надо же свои затраты защищать. Правительство готово помогать муниципалам и в работе с приставами и надзорниками. Но ждет ответный реакция от района. Катерина Ярушина, Руслан Шелдынов, РТС. Активная проводительность на системной основе.